Добрый день, уважаемые телезрители! У нас сегодня очередной выпуск программы «Смотрите, кто пришел» и гость нашей студии проректор по вопросам экономического и стратегического развития Казанского федерального университета профессор, доктор экономических наук Софиуллин Марат Рашидович. Здравствуйте, Марат Рашидович. Добрый. Марат Рашидович, страна наша уже в течение месяца живет в режиме карантина, самоизоляции и в течение месяца живет в режиме экстремально низких цен на энергоносители, основной наш экспортный товар и источник пополнения бюджета бюджета из которого финансируется в том числе и Казанский федеральный университет Скажите, КФУ уже почувствовало эти изменения и в каких направлениях наиболее болезненные процессы, связанные с этими двумя событиями Большое спасибо. То есть, действительно, сейчас мы входим в очень такой непростой цикл. На самом деле, то есть, вот преимущество Казанского университета то, что он большой. Понимаете? И пока, то есть, если взять нынешнее состояние, пока все слава Богу. Но все равно, поскольку он интегрирован в экономические и социальные процессы в республике и в стране, то ряд факторов начинает все больше и больше проявляться. И поэтому мы стараемся их отслеживать для того, чтобы продумать какие действия мы должны сделать сейчас для того, чтобы, ну скажем, успешно пройти с меньшими потерями в период кризиса. Первое, что сразу же наблюдается, это то, что сокращается платежеспособность населения в силу определенных причин. И поэтому в связи с этим то есть возникает, ну скажем, то есть, с кризисом неплатежей, поскольку у нас достаточно серьезный коммерческий прием и коммерческий набор. То есть, это, наверное, одна из вот самых больших опасностей. И поэтому вот Ильша Травкадыч для того, что, ну, осознавая, что это весьма серьезная проблема и достаточно, то есть, ну, можно даже так сказать, что практически половина наших преподавателей и научных сотрудников, они фактически зависят от от этого от этих ставок. Действительно, пока сильно это не сказывается, потому что у нас прием, он много меньше общего количества обучающихся, но все-таки он может сказаться. То есть, мы видим, что для того, чтобы противодействовать этим системам, нужно серьезно оптимизировать расходы. И Ильша Травкадыч, вот он принял решение, что сейчас будут пока финансироваться только первоочередные расходы. То есть, все остальные вопросы, связанные где-то даже и с развитием, пока до, скажем, до того, как ситуация стабилизируется, пока они, эти процессы, заморожены. И второй момент, который тоже очень нас тревожит, он связан тоже и с падением платежеспособности населения, и с одной стороны. С другой стороны, то, что предприятия и организации, они из-за того, что где-то работают в особом режиме, где-то работают по критическому пути, они также оптимизируют свои расходы. И одна из, ну, скажем, удобных статей, которая оптимизируется, это все, что связано с научными работами. Надо сказать, что Казанский университет за последнее время очень серьезно нарастил объем хоздоговорных работ. И в настоящее время где-то треть научных работников наших, и чисто научных работников, я имею в виду, они находятся на ставках, которые финансируются за счет привлеченных хоздоговорных работ. Поэтому, вот, осознавая эти вещи, я вот повторяюсь, сейчас основная стратегия состоит в том, чтобы оптимизировать расходы, выделить первоочередные. Запас прочности у университета у него большой, то есть на два-три месяца, то есть это такой ритмичной работой, это возможно. И в том случае, если там не произойдет что-то более сложного в плане вот нарастания эпидемиологической нагрузки. И есть еще один момент, напрямую он не связан с университетом, но связан с нашими студентами. То есть у нас большое количество иногородних и иностранных студентов, и вот в силу особого режима самоизоляции, они остались запертыми в наших общежитиях. А поскольку многие из них это коммерсанты, а это означает, что у них была до этого возможность подработки, и соответственно они могли и... А что значит коммерсанты? Ну, имею в виду обучающиеся на коммерческом обучении. Это, извините, это сленговое такое выражение. И вот, и если раньше они могли где-то подработать, и соответственно содержать это себя, помочь семье и оплачивать расходы, связанные с своим образованием, то сейчас эти возможности, они резко снизились. И поэтому сейчас мы вот совместно с департаментом образования, департаментом молодежной политики готовим программу для того, чтобы помочь этим студентам за счет внутриуниверситетских вакансий, внутриуниверситетских ставок им помочь в плане временного трудоустройства, но и также, чтобы включить эту программу в программу антикризисных мер правительства для того, чтобы в программы общественных работ, в программы социальной защиты, чтобы они могли активно работать. Тем более, что они хорошо владеют, как правило, информационными технологиями, а сейчас вся система образования школьного перешла в дистант, и поэтому в плане цифрового тьютерства, оказания содействия, менторства, то есть наши студенты могли бы серьезно в этом плане помочь. И вот еще хотел сказать, и для того, чтобы все-таки помочь, ну скажем, критической массе наших студентов, особенно вот в общежитиях, наши руководители предприятий, главы администрации, то есть они поддержали обращение ректора, и вот в это трудное время, где они не могут по это подработать, то есть им сформированы и раздаются еженедельно продуктовые наборы, вот, чтобы продержаться в это время. Ну, то есть это такая практика, на самом деле, 90-х годов. Нет, зачем это какая-то практика военного времени, я бы сказал, не 90-х годов. Ну, я помню, когда... 90-е годы, я хочу сказать, что я никогда не помню, чтобы студентам раздавали это продукты питания. Ну, я помню, как рабочие, например, заводы КОПО раздавали продуктовые наборы. Еще раз говорю, это немножко другое, то есть это, понимаете, это когда не было реализации продукции, и предприятиям было вынуждено, то есть это где-то рассчитываться со своими поставщиками и со своим персоналом своей продукции. Курочками и колбасками. Но это еще полезно, если это мясное или пищевое предприятие. Вы сказали, что стратегия университета вот на нынешний момент заключается в урезании расходов, сокращении... Не в урезании, в замораживании. Это в чем состоит? То есть для того, чтобы иметь запас прочности, потому что ситуация очень труднопрогнозируемая, то есть она меняется достаточно серьезно, то есть пока фокусируется только на первоочередных расходах, связанных с заработной платой и жизнеобеспечением университета. Да, я неверно сформулировал. Вы сказали, что развитие пока приостанавливается. Нет, я имел в виду, что все, что связано с оснащением лаборатории, приобретением оборудования и запуском каких-то новых проектов, пока этот вопрос, он... Вот скажите, из того, что сейчас... И скажу, что он не рассматривается, то есть мы готовим стратегию новую и планируем участвовать в новом корпусе, но пока финансирование по ним... Поставлено на паузу. Совершенно верно, да. Скажите, вот из того, что поставлено на паузу, для вас лично, как администратора, как человека, который видел перспективы, видит перспективы университета, что наиболее так обидно, что остановилось из того, что... Нет, я хочу сказать, вот очень хороший вопрос вы задали. Ничего, то есть это критичного не остановилось. Более того, я вот, ну, все знают это, я постоянно об этом высказываюсь, то есть у нас много подразделений, то есть я хочу сказать, которые, ну, деятельность которых уже давно нуждается в оптимизациях, в количественных оценках. Просто сейчас уже дошли до этого руки. Вот какая задача. Можно наладить подразделение или пока не будем пугать. Нет, это и не пугать, то есть это плановая работа, то есть и существуют инструментарии, которые позволяют нормировать и по показателям нагрузки, фотографии рабочего дня, документы оборота, это вполне очевидно. И более того, все те, ну, которым есть вопросы, они об этом знают, и хочу сказать, и они осознают это. До событий последнего месяца вы курировали, на самом деле она и сейчас сохраняется, но в своей основной деятельности вы курировали проекты, которые являлись стратегическими для университета и приносили, в том числе, большое финансирование. Это проекты по линии ТОП-5100, участие в программе ТОП-5100 и в национальном проекте «Наука». И мне хочется узнать, в связи с изменениями ситуации, те мероприятия в рамках проекта ТОП-5100, в рамках нацпроекта «Наука». Вот у вас сохранится энтузиазм по поводу продолжения этих проектов? То есть, надо сказать, что этот проект, он стратегический не только для университета, но и для страны в целом, потому что от этого зависит и будущее, и конкурентоспособность нашей большой отчизны. И хотел бы сказать, что сейчас Ассоциация глобальных университетов, которая создана на базе вузов, которые выиграли этот конкурс, она еженедельно собирается, и очень важно, что министр, он также присутствует при этом обсуждении и дает уже свое видение, рекомендации и ставит перед руководителями вузов вопросы, то есть, каким должны быть новые программы, ее формат, ее индикаторы, показатели эффективности. И очень приятно, что, во-первых, он же вышел из Тюменского госуниверситета, который являлся участником этой программы, он высоко оценивает результаты и хочет ее продолжить. Правда, это он предлагает ее назвать несколько иначе. Российская программа академического превосходства, но основные задачи в плане вывода российских высших учебных заведений на топовые позиции в мировых рейтингах, она остается актуальной. Поэтому мы надеемся, что в самое ближайшее время, то есть, она приобретет уже формальный конкурс, контур, и будет в ближайшее время объявлен этот конкурс. И мы сейчас готовим свои предложения по участию. Хочу сказать, что эта программа вместе с программой развития, она не только обновила материально-техническую базу, но и она изменила и философию, и подходы, и критерии. То есть, если и саму культуру, хочу сказать, и научную, и образовательную. И поэтому мы очень много иностранных студентов, иностранных ученых, иностранных специалистов со своими лучшими практиками, со своей философией, они пришли и обогатили, скажу, нашу социум и нашу научно-образовательную культуру. Вы только что сказали, что Казанский федеральный университет ставит на паузу проекты, связанные с развитием. На временную паузу. Вы не боитесь, что на такую же временную паузу поставят те проекты, которые связаны с академическим прорывом, с стратегическим проектом наука? И, соответственно, будет или дикая конкуренция за небольшие ресурсы, которые там останутся? Она и раньше была очень дикая. Вы же знаете, там даже средства массовой информации подключали для того, чтобы очернить потенциальных победителей. Мы очень сильно пострадали от этих недобросовестных журналистских практик и так далее. И это нормально. Везде, где большие деньги, это всегда будет процесс. Но я хочу сказать, что есть и положительная часть этого вопроса. Потому что те точки роста, которые были созданы, то есть они уже выходят из инкубационной фазы и развиваются уже, ну скажем, у них уже есть потенциал саморазвития. Конечно, эти деньги нам очень важны, поэтому мы и планируем заявляться, и планируем участвовать. Но все равно вот тот потенциал роста, который уже саморазвитие заложен, его не остановить. Он и так постоянно трансформирует наш университет, меняет его лицо, меняет его профиль, меняет его, ну скажем, узнаваемость в мировом научно-образовательном пространстве. Возвращаясь к теме ТОП-5100 и у нас проекта науки, тех проектов, которые вы курировали, скажите, вот в связи с изменениями в экономической ситуации в стране, те, скажем так, ключевые пункты этих программ, они сохранятся в полном объеме, которые, ну например, на публикационную активность, да, это было требование... Индикаторы, конечно. Да, это были требования. То есть я хочу сказать, что да. Ну и более того, то есть вот они усилятся в какой части. То есть если раньше мы вот для того, чтобы хотя бы нас видели в научно-образовательном пространстве, вот количественная характеристика была важна, то сейчас наша задача теперь это количество преобразовать в качество. То есть важно уже будет... То есть уровень публикационной активности мы никаким образом не можем снижать, но при этом мы должны уже из четвертого и третьего квартеля публикаций потихонечку перемещаться в первый, второй. И мы будем отказываться от поддержки публикаций в третьем-четвертом квартале в пользу первых-вторых. Как вы прогнозируете ситуацию с грантами, на которых университет и многие преподаватели, сотрудники жили и... Пока хочу сказать, что РФФ и РНФ, они не сокращают свои активности, даже где-то сильно не переносят сроки, поэтому в этом плане она сохранится. А ваш прогноз? Конечно, работать, я вам скажу, очень сложно сейчас для исполнения и в плане публикаций, и в плане, в первую очередь, для тех... Для гуманитариев-то попроще, которые могут в этом плане кабинетно работать, а там, где требуются серьезные установки и оборудование, с этим, конечно, это сложнее. Тем более, что вот какая еще сложность? Вы же знаете, что из-за колебания спроса на углеводороды резко поднялся курс доллара, а это означает, что вот резко возрастает и заработная плата иностранных ученых, которых мы привлекаем, и стоимость комплектующих, и стоимость оборудования, которые нам нужно купить для вот нормального научно-исследовательского и образовательного процесса. То есть мы попадаем в ножницы, с одной стороны у нас падают доходы, с другой стороны растут расходы. Да, 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 да. Очень неприятные ножницы. Ну, я хочу сказать, что мы, по крайней мере, в лучшей ситуации, чем многие другие, потому что вот благодаря программам развития мы уже заложили основу, и поэтому в какие-то периоды мы можем более экономно, то есть не тратить, а использовать потенциал тех установок, которые у нас уже есть. Я об этом и говорил, это преимущество. Но не покупать ничего, это тоже невозможно. Я понимаю. Жизнь, да. Я понимаю. А еще, скажем так, зимой очень активно шли разговоры о создании так называемого научно-образовательного центра мирового уровня на базе Татарстана в республике Татарстана. Он и сейчас идет, и Рустам Нургалевич Мениханов определил ответственность от нефтехиминвестхолдинг, и они сейчас при помощи видеосеминаров собирают экспертов. Там приглашены Центр Северо-Запад, это один из ведущих экспертных центров в этом направлении, и они проводят консультации с нашими специалистами, с учеными из других вузов, с руководителями других вузов и руководителями наших ведущих предприятий для того, чтобы правильно спозиционировать и выбрать отраслевую направленность, приоритеты и проекты этого научно-образовательного центра. То есть у вас оптимизм и энтузиазм по поводу создания такого центра и получения финансирования? Честно говоря, там федеральное финансирование небольшое, то есть оно где-то от 60 до 80 миллионов рублей в год. То есть основная цель этого проекта – запустить, скажем, субъектовый интерес к развитию финансирования науки. То есть для того, чтобы консолидировать, чтобы не только федеральные органы финансировали науку и образование, ну и, соответственно, профиль научных исследований вузов в большей мере складывался за счет, ну, скажем, ориентированные федеральные приоритеты, но также, чтобы решались региональные задачи, задачи местных товаропроизводителей, а для этого нужно их активно вовлечь в деятельность вузов. Вот что такое научно-образовательный цель. Вы знаете, буквально… Да, да, и поэтому здесь, то есть это такая хитрая, то есть это мина, то есть это как бы, чтобы не переложить, а добавить в федеральное финансирование, финансирование предприятий, организаций региона и субъектов федерации по тем направлениям, которые им интересны. Буквально на днях, вот в вашем кресле, здесь, напротив меня сидел Арберт Анатольевич Резванов, это представитель нашего биомедицинского управления, разработчик вакцин, антитестов, связанных с COVID-19, и как раз так стихийно… Молодец, то есть он, я хочу сказать, как раз то, что он создан, это как раз и есть один из важных результатов нашей программы. Без всяких, скажем, научно-образовательных центров мирового уровня, просто за счет того, что тема, которой они занимаются, предельно актуальна. Он рассказывал, что к ним идет значительный поток инвесторов, готовы финансировать практически любые разработчики. Нет, они молодцы. Прочти любые разработчики. Научно-образовательный центр, он нужен для того, чтобы изменить масштаб, для того, чтобы консолидировать расходы субъекта и расходы предприятий, расположенных в субъекте, вот по приоритетам, которые будут формировать экономику будущего. Понимаете? И самая главная задача – создать здесь новые научно-образовательные центры для того, чтобы конкурировать уже на мировой арене. В России сейчас сотни тысяч вузовских работников работают, пребывают в режиме самоизоляции. Что будет с ними, если эпидемия затянется? Что будет с ними, если цены на нефть сохранятся на таком уровне, запредельно низком? А что их ждет по мере развития кризиса? С их доходами, рабочими местами? И кто находится в зоне повышенного риска? Самый сложный вопрос. На самом деле, запоиск прочности у российской экономики, у Центробанка и у правительства, за счет формирования фондов в тучные времена, он хороший. То есть, в принципе, по нашим оценкам, три года для этого есть. То есть, мы очень рассчитываем, конечно, что будет коронавирус и все остальное, потому что кризис спроса на рынке нефти, он во многом связан с этой частью, потому что основные производители ВВП – это Китай и Соединенные Штаты – они из-за этих противоэпидемиологических инициатив вынуждены где-то ограничивать, где-то сокращать производство, а это, соответственно, и меняет совокупный спрос на углеводороды. Что, ну, скажем, не три года придется этого ждать. На самом деле, я тоже вот сейчас преподаю и активно использую онлайн-ресурсы. На самом деле, это очень сложно оказалось, во-первых. То есть, это постоянно сидеть надо, нагрузка очень сильно растет. И в том случае, если большое количество групп, там требуется же еще, помимо того, что общение в интернете, еще и проверять работы, обратные связи и так далее. То есть, это совершенно иным образом меняет ситуацию. Но нельзя это рассматривать как, ну, скажем, временное явление. На самом деле, вот этот вирус, он фактически подстегнул то, к чему образование шло давно. То есть, то, что существует сейчас масса очень доступных и эффективных технологий получать, обрабатывать и создавать новые знания. И сейчас есть уникальный шанс и для нашего вуза, и для системы образования полностью переформатироваться и попробовать вот за счет интернет, за счет открытых источников, инкорпорировать в наши курсы самые лучшие достижения ведущих научно-образовательных учреждений со всего мира. И сделать совершенно иной научно-образовательный продукт. Ну, и, соответственно, получить совсем новые ниши, совсем новую экономику и совсем новый вуз в результате. Поэтому вот, ну, это наша мечта. — Ваш прогноз как экономиста, как человек с большим опытом, экономически в том числе, этот кризис надолго, больше трех лет? — Нет, очень плохой вопрос задали. То есть, если раньше был какой-то оптимизм, здесь очень плохо. То есть, я вам скажу, экономика – это очень, ну, как и человек, это живой организм. Понимаете, как и человеку нельзя там останавливаться там. Или, то есть, только любая остановка на, там, даже минимальное время любого жизненно важного органа, она ведет к потере системы. Точно так же и экономика. Понимаете? И на самом деле, то есть, вот если мы сейчас не будем поддерживать экономику, ее потом восстановить, может быть, даже в полном объеме будет невозможно. Поэтому, на мой взгляд, ну, кто-то скажет, может быть, что это вот мнение экономистов и так далее. Экономика – это то, что обеспечивает нас рабочими местами, дает нам возможность существовать. И она не менее важна, чем эта, ну, скажем, изоляция и медицинская часть. Потому что для человека все равно, то есть, умер ли он от инфекции, либо от голода. Понимаете? То есть, и сейчас, если мы с вами, вот, ну, скажем, остановим огромный экономический механизм и мировой, а Россия, она, вот, как показали, динамика цен на углеводороды очень сильно зависима, то в этом случае масса людей потеряет работу. Это означает, что мы не сможем обеспечивать их заработной платой, мы не сможем через некоторое время, ну, через фонды поддержки давать ему некоторую жизненную компенсацию по, ну, в связи с этой, со сложными условиями. Это означает, что, ну, может это все спровоцировать и вот массовый голод. Поэтому, на самом деле, то есть, вот, самая главная задача, то есть, это, на мой взгляд, это, в первую очередь, мы должны обеспечить это развитие экономики. Потому что и в конечном счете, и финансирование медицины, и ее состояние, и фармацевтики, и прочее, оно зависит от этого. Кроме того, есть многочисленные научные исследования, и так, это небезызвестный закон Ойкина, который говорит, что чуть-чуть, если даже на 1% растет безработица, или там падает эта занятость, то в этом случае в несколько раз вырастает преступность, в несколько раз возникают все негативные социальные, явления, социальные пороки и, самое главное, смертность. Понимаете? То есть, тот режим самоизоляции, он может привести к количеству смертей больше отложенных? Нет, нет, я хочу сказать, что мы должны сейчас постараться, даже людей, которые работают, ну, или это самоизолированные, то есть, мы должны их активно вовлекать и создавать экономику нового типа, вот, скажем, основанные на виртуальных вещах. То, что вы сказали, ваш прогноз, очень похоже на… Ну, я понимаю, что прогноз бывает двух типов – оптимистичный и пессимистичный, то есть, надеемся на лучшее, готовимся к худшему. То есть, вы описали готовящийся сценарий. Нет, я просто говорю об опасности останавливать эту экономику. Вот сейчас вот та стратегия, которая выбрана, она выбрана в пользу, вот, хочу сказать, в пользу здравоохранения. Понимаете? Но я говорю о другом, что в том случае, если мы сейчас остановим вот базисные хозяйственные процессы, то в этом плане угрозы, она будет большей, чем возможные потери от самоизоляции коронавируса. Тем более для такой зависимой и небольшой экономики, как российская экономика. Скажем так, 90-е годы повторятся? 90-е годы, вы вот говорите, 90-е годы – это будет, как мягче вам сказать, это будут хорошие годы по сравнению с этими периодами. С какими годами вы могли бы сравнить? Не знаю, наверное, вот революция где. То есть разруха и революция. Да, да. То есть даже так ваш прогноз. И потом, чем экономика очень страшна, то, что если ты где-то теряешь свою рыночную нишу, это ты не сможешь ее через некоторое время еще раз понять, потому что ее займет кто-то другой. Скажите, вот сценарий, который вы сказали, разруха после гражданской войны, экономика состояния – это пессимистичный сценарий или реалистичный сценарий? Ну, все зависит от того, как будет это долго. Чем дольше мы с вами запускаем это? Пока, честно говоря, на мой взгляд, если это будет в пределах трех или четырех месяцев, в принципе, это не страшно. Да, у нас будет спад, большой спад, в пределах, наверное, 20-30 процентов. Но это, я хочу сказать, не так страшно. Доходы упадут, но, по крайней мере, мы сможем, как говорят, это сводить концы с концами. Но в том случае, если это будет дольше, то перезапуститься нам будет проблематично. Дольше – это сколько? Больше полугода. То есть больше полугода, и это уже сценарий… Для экономики это уже катастрофический сценарий. Но нужно, наверное, отдавать себе отчет, что в случае катастрофического сценария этот сильно владеет и Казанский федеральный университет. Да, в том случае, если он будет работать локально. Но вот программа конкурентоспособности – это как раз вот та программа, которая нас учила работать глобально. То есть не только на региональный рынок, не только общероссийский рынок, но и попытаться работать в мире, найти себя в мире. И привлекать и заказы в мире, привлекать студентов в мире, привлекать преподавателей в мире. Поэтому хочу сказать, этот опыт и диверсификации, и те положения, которые мы сделали, то есть он, в принципе, дал нам большой запас прочности. Вот даже в этот кризис мы видим, часть профессий просто оказались выброшены. Появилось это не меньше новых и интересных профессий? Конечно, они появились, но эти профессии пока не входят в программу обучения Казанского федерального университета. Ну нет, не скажите. То есть вот вы еще раз, вы почему-то все время сводите наш университет на уровень ПТУ. Понимаете? То есть вот наша задача – дать мировоззрение. Понимаете? То есть выразить это, дать человеку функциональную грамотность. Что он понял, кто он такой, что он хочет жизни, и чтобы он самореализовался. А профессию дает ПТУ. Понимаете? И вот ту профессию, о которой вы говорите, это не та профессия, которая вот, ну как рабочая, которую можно нормировать. Это как раз вот из области самореализации. Потому что экономика впечатлений, экономика знаний, цифровая экономика, она становится сейчас основным работодателем. Наша задача – научить людей учиться. Понимаете? Чтобы он был гибким, чтобы он мог в любой кризисный период или в любую свою трудную жизненную ситуацию найти приемлемый для себя сценарий. И не только сценарий, а даже выгоду. Может быть. Но вот большинство обывателей считает, что пошел в университет, получил образование. Тогда ведь вы посмотрите, даже в мире от 8 до 17 процентов, это считается одной из самых высоких процентов, люди работают по специальности. Тогда зачем они понимают, если там только получается, каждый шестой только работает по специальности и меньше. Посмотрите, Казахский федеральный университет, есть программы, магистрские программы, например, по международному туризму. Да. То, что сейчас уже месяц просто лежит. То есть они все сидят без работы, эти ребята. Он, скорее всего, остановится сейчас какое-то время, в какой-то форме, в меньшем объеме. Но сейчас заниматься международным туризмом – это быть безработным. Нет. Нет, я еще раз говорю, нет, я не согласен с вами. Просто вы всегда пытаетесь традиционно к этому перейти. Вы поймите, суть заключается в том, что всегда людей эта отрасль будет тянуть. И даже находясь в самоизоляции, людям интересно узнать культуру, быт других стран. Да, сейчас тот период, когда он физически не может туда транспортироваться, понимаете, но он нуждается, его интересуют эти знания. И поэтому вот наши студенты, кто учится в этой части, создавая виртуальные гиды по этим городам, создавая, как его, описание, комментарии к этим вещам, они могут помочь им реализовать эту мечту. На самом деле, то есть я хочу сказать, что интерес в этом место. Я буквально на днях посмотрел виртуальные Помпеи. Интересный проект, где сделаны, прекрасно реконструированы, и в компьютерах ты можешь побродить по Помпеям, посмотреть фрески, посмотреть останки. Ну, я не заплатил ни копейки этим людям. Я просто посылал в интернете. Это вам так кажется? Возможно. Но когда я еду... Потому что, если вы уже туда зашли, это означает, что количество пользователей этого ресурса возросло. Это означает, что его капитализация за счет рекламы и за счет других, и за счет изучения вашего профиля, она резко возросла. Сейчас самое главное, вот вы поймите, что есть такое понятие демонетизации. Самые большие компании, которые имеют наибольшую капитализацию, Facebook, Google и так далее, они вообще не берут ни за что деньги. Понимаете? Но в этом случае они самые дорогие. Почему? Uber точно так же. Потому что они берут деньги за счет продажи ваших персональных данных. Вы даже не замечаете, как вас продают. Возможно. Возможно, да, в Google трудится там несколько тысяч человек, которые занимаются всеми этими вещами. И они получают сливки с этого. Да. Но когда я раньше шел в турагентство, слюнявил там доллары, я платил какой-то девочке, которая работает в агентстве здесь у нас в Тарстане. Она покупала на эти мороженое, покупала потом квартиры, поддерживала местный стройкомплекс. Да, да, да. Она своих детей отправляла в Казахстан федеральный университет. Я хочу сказать, а сейчас эта девушка так же, она же, это жива. Она вот получает те же самые, а может быть, большие деньги. Потому что количество людей, которые она обслуживала раньше и которые обслуживают сейчас, вот через виртуальные помпеи, это кратно другое. И она уже не только мороженка. Может быть, она уже на квартиру и на машину засматривается. Понимаете? Она в виртуальной помпеи не делала. Она сидит без работы. Вопрос другой. Вы поймите, да, сделала в виртуальной помпеи кто-то другой. Но тот человек, который обслуживает, и колл-центр, который обслуживает эту систему, это как раз та же самая девушка. И при этом, возвращаясь к нашей девушке, она отдавала эти деньги авиакомпании, которая покупала бензин, керосин, отдавала деньги отельерам. Вы понимаете, какая там цепочка, реальная цепочка, не виртуальная. Здесь тоже она это реальная. Ну, понятно. Вы это путаете. Мне кажется, если она получает от обслуживания этого сайта такую же сумму денег, она все равно же для своего существования тратит то же самое. Да, сейчас, может быть, на авиабилеты это не так актуально. Но в любом случае, на другие направления она осуществляет расходы. Мне пока это трудно представить. Вы просто даже не представили. Ваш новый дивный мир. Вы знаете, я вам объясню, вот для меня тоже это был шок, когда я узнал, сколько компаний из Татарстана, и насколько они успешны, какая их капитализация, которые созданы выпускниками нашего университета и работают в сфере IT. Их никто не знает. Понимаете? Но их обороты там от 500 миллионов долларов, от миллиарда есть и выше. Но от того, что вы их не знаете, это не означает же, и я их не знаю, что их нет. Они очень успешно это работают, очень много зарабатывают. И хочу вам сказать, что одна из этих компаний, вернее, владельцы, они используют доходы, они производят программный продукт для прогноза на рынке ценных бумаг для банков. Для того, чтобы хеджировать риски, для того, чтобы сделать прогнозы и помочь не ошибиться в финансовых решениях. И они сейчас на эти деньги закупают старые сооружения в Казани, их реставрируют и отдают в аренду. То есть это вот, пожалуйста, вы даже об этом не знаете. В этом выходит в офлайн. Улицы уже куплены владельцами такого вида бизнеса. Скажите, а вот я был очень юным человеком в 90-е годы, но я помню, тогда было такое выражение флагманы татарстанской экономики, бюжетообразующие предприятия. То есть там был десяток Татнефть, Нижнекамск, Нефтехим, десяток предприятий, которые обеспечили больше половины бюджета. Сейчас 100 предприятий формируют 80% нашего регионального продукта и, наверное, процентов 90% нашего бюджета. Из этих средств формировались в том числе пакеты помощи в рамках программы, которая, вероятно, в какой-то форме будет возрождена, если кризис затянется. Это мягкое вхождение в рынок, помните, компенсации различные, различные отбавки студентам шли в Шаймейске тогда. Вот эти ребята, которые живут уже в экономике будущего, которые зарабатывают в IT и которых мы не знаем, они будут каким-то образом в такой форме участвовать в социальных проектах, которые потребуются, мне кажется, большой остротой. Я хочу вам сказать, что, конечно, очень интересный вопрос вы задали, но вы и ответили на него. На самом деле мечта, то есть, я хочу сказать, идеальная экономика, и когда государство полностью развалится, когда каждый человек сам себе найдет работу. Вот, то есть, вот, чем больше будет таких бизнесов, понимаете, и в том случае, если больше, все больше и больше туда людей будут вовлечены, да, они могут не платить это налоги, понимаете, но они не будут пользоваться этими государственными услугами, понимаете, они не будут ложиться нагрузкой на этот бюджет. Они будут сами реализовать свою мечту. Ну, у общества есть еще такие люди, как инвалиды, больные, потерянные. Ну, для этого вот есть эти 100 компаний. То есть, эти 100 компаний, их нагрузка на них... Нет, и вообще, вот, я вам хочу сказать, что это политика многих государств, то есть, особенно, вот, почему у нас не получается с малым и средним бизнесом, то есть, у нас человек не успевает что-то заработать, а его уже вот обкладывают, уже что-то пытаются у него это забрать. А на самом деле, самая главная задача экономической, социальной политики, чтобы каждый человек был занят. И в том случае, если он зарабатывает в пределах, там, прожиточного минимума, то есть, может, и не того прожиточного минимума, который у нас законом утвержден, а реального прожиточного минимума, чтобы он мог только, вот, скажем, обеспечить простое воспроизводство себя и своей семьи, то оно, в принципе, не облагается налогом. Понимаете? То есть, облагается тогда, когда уже он выходит за масштаб вот своей семьи, за масштаб уже какой-то большей хозяйственной единицы. Когда мы говорим о новом обществе, которое будет атомизировано, которое будет работать в интернете, которое будет получать доходы, невидимые, в том числе, для общества, да? Что такое государство? Ну, понятно, в России государство немножко по-другому работает, но, тем не менее, это же одна из главнейших его функций – это поддержка сирых, вдов и сирот. Нет, это функция государства, но не функция человека. Я понимаю, но когда у государства… И не надо, и вот вы перекладываете обязанность государства на человека. Когда у государства останется 100 предприятий, которые будут формировать… Вы не понимаете. Вот и давайте посмотрим. Вот тот человек, скажем, вот тот, который там в серой зоне, который мы не видим, но на самом деле он условно в серой. Потому что, да, он не пользуется государственной системой образования. Он платит за образование. Это означает, что все-таки университетская система не умирает, она существует. Он не платит медицину и не пользуется государственной медициной. Он занимается платной медициной. Понимаете? И, соответственно, он развивает эту медицину. Дальше, значит, да, он не пользуется, то есть он не верит в нашу безопасность, но он нанимает другие организации, которые обеспечивают места. То есть таким образом он больше развивает экономическую систему, чем тот человек, который не занят и сидит это, и ждет пособия по безработице. А в нынешней ситуации, вот посмотрите, уже 30 лет работы в новых формациях, то, что такие бизнесы все больше и больше уходят в теневую сферу, они как раз и показывают, что система регулирования, система отчета несовершенна. И более того, почему некоторые отказываются и уходят туда, потому что государство не выполняет своих функций. Зачем ему платить, если он это не делает за это? Для того, чтобы там они купили себе новый автомобиль, новый вертолет и так далее. Наступающий кризис изменит государство, как вы думаете? Да, он и сейчас уже меняет. То есть не будет новых вертолетов, новых машин? Нет. То есть это все-таки хочу вам сказать, что приоритеты. То есть мы очень рассчитываем, что самая главная роль врача, роль преподавателя, она будет переосмыслена. Понимаете, сейчас вот видите, какие доплаты президент лично ввел врачам. Понимаете, и действительно ведь до недавнего времени их заработная плата и та ответственность, и роль они играли в жизни и здоровье общества, была недооценена. Вот это, ну, к сожалению, вот эта пандемия, она показала, что такими, что это конечное, что мы не сможем решить эти задачи. И поэтому я очень рассчитываю, что заработная плата и врачей, и вот ученых, которые занимаются разработками и предупреждают о этих вещах, будет совершенно иным образом уже формироваться. Как футболистов Рубина в лучшие годы. Нет, нет. Я хочу сказать честно, вот это было издевательство, когда там люди вот такой квалификации имели такую заработную плату. Я очень надеюсь, что вот акценты будут меняться. Вот мы с вами сейчас на самом деле говорили о двух экономиках, которые существуют и будут существовать в рамках одного общества. То есть экономика IT, экономика новая, экономика, которая виртуальная. Она виртуальная же по форме, по сути она реальная. И экономика, скажем так, оффлайн. То есть это промышленное предприятие, где высокая достаточно занятость должна быть, рабочие руки, тяжелый физический труд. И две эти экономики в рамках одного общества, в рамках одной эпохи, они будут производить, ну, мне кажется, будут противоречия между ними очень серьезно. Нет, я вот объясню. Буквально 20 лет назад самыми дорогостоящими по капитализации, по стоимости, были компании в области нефти, в области машиностроения. Сейчас IT-компании. А вот в ближайшее время стали как раз не просто IT-компании, а вот эти виртуальные компании, которые ни с кого не берут денег, но при этом стоят дороже всего. Потому что они контролируют информацию, они контролируют вас, ваше потребление, ваши решения, ваши покупки. Если наша экономика скатится на уровень 20-х годов, в начало, там вообще нужно это будет? Конечно. Конечно. Потому что вы поймите, что мир развивается. И мы сейчас с нашими полутора процентами от волового продукта мы не формируем мейнстрим. Мейнстрим и заказ на эту виртуальную задачу формируют другие экономики. И в том случае, если мы органично в этом не спишемся, то есть мы в пределах погрешности. То есть мы вот, ну, не скажу, как там, не хочу никакую страну, там, Мадагаскар, Зимбабве, там, или Океанию, там, Папуу, Новую Гвинею обвинять. Но мы спокойно будем вот существовать вот в таком виде. Нет, есть очень прекрасная страна Нигерия, которая очень похожа на нас по количеству жителей, по структуре экономики. По элитарату, да, да, да. Это по выборам, по всему. Но я же не об этом хотел сказать. То есть вот если у нас стратегия Нигерии, то тогда мы делаем все правильно. А если мы хотим все-таки начать формировать соответствующий мейнстрим, трансформировать и стать серьезным игроком в мировой экономике, то нам надо как можно больше заниматься вот новыми секторами цифровыми. То, что будет менять человека, образование, все будет менять. Сейчас в Сатарстане, ну, вообще на самом деле это стандартная, мне кажется, ситуация, есть такие программы, как переквалификация рабочих, да. То есть если раньше, до прошлой эпохи ты мог, ты знаешь, что сейчас есть потребность в сварщиках, а ты токарь. Ты идешь, учишься на сварщика, 4 месяца, и дальше с новой профессией идешь в новый мир, там, варишь газопроводы, что-то еще. И ты получаешь новый стимул для развития, для существования, для существования своей семьи. Сейчас что вы порекомендуете сварщикам, токарям, которые вдруг как нефтяникам, которые могут оказаться без работы, куда им пойти, на кого учиться и где учиться? Нет, ну, вы знаете, вы задали такой очень емкий вопрос. На самом деле сейчас, вон, даже специально агентство стратегических инициатив с участием ведущих вузов, специалистов, работодателей сделали атлас новых профессий. Там тысячи, вернее, новых направлений, которые высокооплачиваемы, в которых нуждаются все. Понимаете, вот мы сейчас же, я говорил, что мы работали над формированием программы и содействия временному трудоустройству наших студентов, которые оказались в сложной ситуации из-за того, что их заперли сейчас в самоизоляции, в общежитии и так далее. И когда мы начали смотреть, какой спрос есть на какие специальности, СММ, то есть практически каждое наше внутреннее структурное подразделение, каждый наш институт, он нуждается в подобном специалисте, который бы мог правильно позиционировать их продукты, их продвигать в сетях ВКонтакте, в Инстаграме, в других вещах. И они готовы платить очень серьезные, ну, скажем, заработки для тех, кто обладает соответствующими навыками. Вот это маленький пример. А таких примеров много. 35-40-летний человек, который работал экспедитором, бухгалтером, то есть в экономике уже прошлого, на самом деле, очень часто, он понимает, что профессия будущего – это программист. Надо писать коды, надо работать в этой виртуальной экономике. Он может прийти в Казанский федеральный университет в таком возрасте уже? В любом. Самое главное здесь – его желание обучаться. И в этом случае у нас есть все необходимые ресурсы и кадровые, и со стороны ученых, и со стороны инструментальной базы, и со стороны трансляционных площадок, то есть где он может все это отработать, пощупать и понять, это действительно то, что он хочет, или это что-то другое. У нас все это есть. Я хочу порекомендовать нашим телезрителям, тем телезрителям, у которых есть запасы на черный день, сейчас самое время их раскупорить, принести в Казанский федеральный университет и освоить новые профессии, новый виртуальный мир. Нет, давайте мы будем честно говорить, надо чуть-чуть подождать. То есть я на самом деле, я думаю, что в течение месяца уже будет общий контур понятен, потому что нельзя делать какие-то спонтанные решения. То есть всегда нужно действовать не на основе эмоций или каких-то ощущений, а на основании данных. А пока репрезентативных данных для того, чтобы сделать эти решения, их мало. Ну что ж, спасибо большое за разговор, было очень интересно. У нас сегодня в гостях был проректор по вопросам экономического и стратегического развития Казанского федерального университета, профессор КФУ, доктор наук Сафиульна Марат Рашидович. И я, ведущий, Рустам Лафин. До свидания, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова